Добро пожаловать в город Раппла. Приехали мы вот таким вот штадлером, или его морковкой называют. И Раппла один из немногих городов, где до сих пор сохранился такой вот вокзал старый, красный. Приехал я в Раппла просто на день, просто так, просто посмотреть. Никогда раньше не был. Вот там водонапорная башня, советские дома. Посмотрим, что здесь есть. Раппла получил статус города в 93-м году, поэтому может многого и не быть. Пойдем, посмотрим, что в городе есть. Очень сильный ветер, прямо очень сильный. А вот тут он, такое вот здание, например. Старые и деревянные домики. И нам сейчас пойдем в центр Раппла. Там есть центр туризма, инфо-центр туризма. Вот там возьмем, что мы идем посмотрим, что уже можно будет посмотреть в самом городе. Я сейчас шел и слышал, как где-то петух кукарекает. Так что такой вот он город Раппла. Вот. Идем. Пока ничего особого. До центра 2,5 километра от железнодорожной станции. В основном здесь частный сектор, но иногда встречаются вот такие вот дома. Это, мне кажется, советское. Вот то, что сзади, может быть, советское передело, но странная такая типовая застройка. Либо уже что-то новое. Например, у них здесь есть площадка. То есть, на самом деле, город очень уютный, очень такой милый. И всего лишь находится в часе езды на поезде от Таллина. Поэтому, я думаю, многие могут быть и работают, ну как бы живут здесь, а работают в Таллине. В зависимости, конечно, от расписания поездов, как бы, если утром можешь приехать утренним поездом на работу. Вот, там, видите, дальше опять частный, частный сектор идет. Мы по нему пройдемся еще, конечно же. Вот. А пока так. Пока мило, уютно, но неинтересно. Я думаю, тут особо ничего такого нету, чтобы народу там развлекаться. Интересно насчет молодежи, как бы, сколько здесь живут. По состоянию на 2018 год в Раплах живет где-то 5300 человек. Поэтому совсем мало. А вот это мы проходим сейчас Рапла Веси Рози Коль. Это Рапласская школа Веси Рози. И прямо рядом с ней, там вот карта виднеется, там начинаются тропы здоровья. То есть, летом там можно на велосипедах кататься пешком ходить, а зимой там устраивается лыжня, и можно на лыжах ходить кататься. Мусорок, конечно же, немного, но иногда появляются скамейки, и там есть мусорка. А вот на остановках мусорок не видно было. Странно. И вот такие вот здесь дома. Например, тут, кажется, на одного хозяина такой коттедж. Там вот такой домик. Очень, очень все уютно, говорю. Вот именно такой уютный, уют, это слово, которое у меня теперь ассоциируется с Рапла. Местный универмаг, магазин. Там разное продает, типа, товары для дома, одежду и так далее. Там еще написано цветы. Вон, киртойтлус, то спица. Там еще пицца есть. Так что вот такое торговое центро. Здесь есть другие большие магазины, типа Римия, Сельвер. А вот для детей обустроена там площадка спортивная, вон там футбольное поле, скейт-парк, баскетбольное кольцо. Я напоминаю, это город в пять тысяч человек в эстонской глубинке. Ну, как глубинка, часто Таллинн, но все равно. Провинция. Представьте, теперь провинцию где-нибудь в России. Будет ли там так? На машине до Рапла можно еще быстрее добраться. 54 километров до Таллина. По ценам на поезд 2,89, если покупать в интернете заранее. Полный билет, либо, как я, заплатил 2,04, поскольку я студент, у меня студенческая скидка. Мы практически добрались до центра города. Я уже вижу круговое движение там, где центр. И до сих пор все дома вот такие вот уютненькие, частные. Как я говорил, одиночные многоэтажки есть, но такого, чтобы прямо была застройка, либо целый квартал, район из какой-то советской этой самой такого. Ну, у вокзала еще было что-то, но не массово, не массово. Хотя здесь массово-то, в принципе, и не нужно. Вот, у людей в саду развивается эстонский вымпел. И, ну-ка, тут, наверное, шоссе ремонтировано, поэтому здесь очень хорошие тротуары. Там я проходил через дорогу, там безбарьерный переход по сравнению, по сравнению с, как это называется, Силамяя, например, если посмотреть, то здесь все намного лучше. Но Силамяя, мне кажется, там людей, наверное, больше живет, чем Рапла. Хотя, не знаю, поскольку Рапла – это уездный центр. У нас есть уезд Раплама. Вот здание Рапла Валла Валитсус. Валд – это, в общем, меньше, чем Маконт, что уезд, но больше, чем город. И после последнего реорганизации Рапла – это часть Рапла-Валла, Валта, то есть не является отдельной унитарной единицей. Вот тут барчик есть, Мея Пуби. Наверное, может быть, на обед туда можно сходить, посмотреть, что будет по ценам потом. Ну вот. В Рапла даже есть здание «Свидетели Яговы». Вот чего-чего я не ожидал, так это вот это увидеть. И вот здесь находится Рапловский инфоцентр. Пойду, прошу себе какую-нибудь карту с местными достопримечательностями. Смотрите, просто какая красота. Здесь вот такой вот мост через реку. Там автомобильный мост. Там церковь спереди. И такой небольшой, типа, променад у речки. Скамеечки стоят. Вот там даже выступ такой есть. Уточки плавают. Как я говорю, очень уютный город. Очень уютный. Там какой-то вот кирпичный мост. Надо будет пройтись. Еще к церкви надо будет пройтись. Вот. Пойти посмотреть. И тут такой вот. Типа парка разбита. Там какой-то монумент. Надо пойти прочитать, что на монументе написано. Вот. Кедаги поле унуста тот. Мидаги эй унуста та. 1905 год. Кедаги поле унуста тот. Мидаги эй унуста та. Никто не забыт. Ничто не забыто. По-русски, наверное, значит. Ну, или по-эстонски, если дословно передавить. Да, никого не забыли. Ничто не забудется. Эй унуста та. Хотя на эстонии, да. В эстонском языке нету будущего времени. Поэтому унуста та. Скорее всего, да. Никто не забыто. Ничто не забыто. 1905 год. Это... Подождите, подождите. Там еще что-то. 1905. 1941. 1945. Да, это поставлено советскими. 1905 это была, я знаю, ну, революция была. В 05-го года, да. На новом рынке в Таллине тоже стреляли. Памятник стоит. И 41-й, и 45-й. Ну, это понятно. Это часть войны. Вот. Пойдем. Пойдем к церкви. А мы подходим к церкви. Очень такая большая церковь. В городе до 5000 человек такая большая церковь. И она, эта церковь, и еще есть одна церковь. Карли в Таллине. У них два шпиля. Выстрелили все по одному шпилю. А здесь вот даже сохранились какие-то старинные надгробья. Но, правда, не имени и так далее уже не узнать будет. Водный монумент освободительной войны построен был в 1989 году. Сетестер на нене писана. Оми изама и ваводусе ист лангенут поэги мялестат Танули-Крапла когудус. 30. септембр 1923. Севастер на нене писана. Севастер на нене писана. Суват армастуст. Это вообще для всей Первой мировой войны, то есть 1914 года. И стих, это стих из Библии, нет больше той любви, как кто получит душу свою за друзей своих. На русском. Здесь написано «Моя отчизна, мое счастье» как-то так, «Моя отчизна, мое счастье и везение» не уверен точно, как переводится. Это первая строка гимна Эстонской Республики, написано 24 февраля 1918 года, когда Эстония обрела независимость. И последнее «Су-ю-ля-ю-ма-л-вал-ваку муармас и сама» — это тоже из гимна Эстонии, 23 апреля 1919 года. «Су-ю-ля-ю-ма-л-вал-ваку» — «Пусть тебя оберегает Бог, моя любимая отчизна». И вот так вот выглядит сама церковь. Как вы видите, здесь два эпиля. «Новый романтицизм» вроде называется такой стиль постройки церквей. Да, действительно очень похоже на церковь Карли, но у Карли еще где-то самое стекло, «Розари» или как-то так называется. И сейчас в Рапло проходит 28-й рапловский фестиваль церковной музыки. Эта церковь открыта летом для путешественников с 1 июня по 31 августа, со вторника по субботу с 11 до 6 вечера и в воскресенье с 11 до 2 часов дня. К сожалению, сегодня понедельник, поэтому в самой церкви нам побывать не удастся и посмотреть, что там внутри. Сейчас обойду еще с этой стороны и с другой, посмотрю, есть ли там что-нибудь. Тут вот такой вот парк, но особо ничего нету. Что ж, идем дальше искать местные достопримечательности. Первый мост здесь был построен в 17-14 веку. Этот мост был построен в конце 19-го, в начале 20-х веков. Это памятник старины, и он до сих пор используется. Его в 2009 году реставрировали, и теперь на нем обычная дорога через город. Но вот это такой старинный мост стоит, и за ним следят. А вот это вот речка, речка Вигала, проходящая через Рапла. А здесь вот, например, находится Раплайская больница. Раплама-Хайгла. Это Раплама-это уезд, Маконт. То есть это больница для всего уезда. Вот, Рапла-Маконт, это Рапласский уезд. Рапла-Валд, это Рапласская волость, волость Рапла. И Раплалин, это город Рапла. А здесь вот стоит такой вот бюст. Бригаде Киндер Мертв Тиру, 1947-2005, бригадный генерал Мертв Тиру. К сожалению, не знаю, кто он такой, и чем прославился, и почему здесь стоит ему бюст. Может быть, он был из Рапла, и поэтому те, кто знают, кто с Рапла, расскажите. Прав ли я, действительно, человек из Рапла, либо как он связан с этим городом. Чисто случайно увидел, вот в этом вот доме провел свою молодость композитор Раймунд Валгра. Дом, конечно, уже отреставрировали под современный. Я бы даже не узнал, что это старый дом. Я думал, просто новая застройка. А здесь нет, оказывается, это старый дом, и в нем жил композитор. В Рапла даже есть кино. Вот в этом вот здании у них есть кинотеатр. Неплохо так. Вот развивается флаг Эстонской Республики, и рядом с ним флаги Раплама, либо до существовала города. Вот. Там какой-то экран стоит, наверное, здесь всякие те самые мероприятия. Может быть, это такая предцентральная площадь, более-менее. Там такой деревянный дом старый. Здесь вот такой вот деревянный дом. Не реставрированный, старые окна, ставни. То есть кондиционер. Здесь вот внутриквартальная улица. Здесь нету тротуара. Ну, как бы здесь есть в парке такой вот, ну, уже, видите, весь поднявшийся, но у самой дороги нет тротуара. И в Эстонии есть такой закон, что вы имеете право, если в таком случае есть тротуара, нет, вы можете идти навстречу движению автотранспорта. То есть это не проблема. С этой точки зрения, опять-таки, безбарьерная среда, но, думаю, здесь можно было бы, в принципе, этот тротуар построить, если бы хотели. Так, моя улица туда куда-то уходит, этот парк. Мне нужно прямо, поэтому я вернусь на вот эту вот улицу. И, в принципе, такой внутриквартальный асфальт достаточно хороший. Вот все, домики стоят. Различные. А я вижу, что там строят. Там строят детям детскую площадку. Вот. Вот это здание с крестом, это церковь евангельских христиан-баптистов города Рапла. А вот вам еще немножечко советских домов. Там вот типовая панелька, и справа от нее прямо стоит хрущевка. А мы сейчас по улице Койду дойдем до очень интересного архитектурного здания. Там раньше был эстонский. Ох, не наврать бы вам. Центральный и колхозный, и этот самый. В общем, всеми колхозами заправляли отсюда. Так что увидите, сами удивитесь. Смотрите, какие дома тоже советского периода. Двухэтажные, многоквартирные. Но, по-моему, то, что у них малоэтажность, это намного приятнее, чем если бы это были бы пятиэтажки. Вот, можно сказать, то, зачем в Рапла очень многие ездят. Особенно, зачем сюда ездят любители архитектуры. Это вот это вот здание. Оно восьмиугольное. И здесь, посмотрите, здесь даже клумбы, которые здесь, они тоже выполнены из восьми углов. Сейчас здание не используется, не знаю, что с ним делать. Это памятник архитектуры. Но, если я правильно понял, он находится в частной, в частной собственности. Вот. Здесь можно подойти даже. Такие вот колонны, смотрите, тоже восьмигранные. Здесь это было офисное здание. Здесь были бюро. Здесь были сауны. Вон там лестничная площадка наверх. Торговые эти вещи. Места. Вот так вот. По мне, очень такое интересное культурное здание. Тут вон часть плитки откололась. Можно взять с сувениром. Я сейчас пройдусь. Смотрите, да, там еще жалюзи эти самые. Висят. Где-то. Где-то вон уже провод тырят. Вот. То есть оно реально восьмиугольное. И вот с задней стороны там фрут. Сейчас, наверное, там раньше был фонтан. Тоже восьмиугольный такой амфитеатр. Здесь, наверное, прикольно было бы, если, я не знаю, в чьей он собственности, но если был бы в городской собственности, проводить культурные мероприятия. То есть это высушить, сюда ставишь так сцену и проводишь какое-нибудь мероприятие. Там даже внутри видно зелененькое такое. Это мебель еще стоит. Представляете? Наверное, здание Асбестас. Я про него много не читал. Наверное, в здании Асбестас, поэтому его закрыли. Ремонтировать дорого. Реставрировать. Да и зачем, в принципе, такое здание для Рапла сейчас? Тоже задается вопрос. В принципе, я все посмотрел, что было посмотреть в Рапла. Это была последняя достопримечательность. Можно возвращаться домой, но я на поезд уже не успею, который сейчас отходит. Поэтому мне здесь еще до 5.30 вечера тусить в Рапла. Как-то так. Надеюсь, вот ради этого вы тоже в Рапла приедете посмотреть. Как бы это просто так странно, но на самом деле красиво, что он есть. Не был эстонский архитектор, но эстонский советский архитектор. Я знаю, что у меня есть подписчики эстонца. Если вы смотрите, у вас есть какие-то интересные места или истории, которые вы хотите рассказать, то пишите мне и сделаем видео вместе. Что-нибудь заснимем, покажем, расскажем. Ремонт дороги. Не знаю точно, что они там делают. Асфальт срезают, наверное. Что ж, вот так вот я вернулся уже почти на железнодорожный вокзал в Рапла. Мне здесь еще какое-то время ждать поезда. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на такой маленький городок в Эстонии, где живет 5000 человек. Это город по всем правилам. И посмотреть, как он обустроен, что здесь есть, чего здесь может быть нету. Ну и, конечно же, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь также в Телеграме, если вы используете его. Всем удачи, всем крепкого здоровья и увидимся в следующем видео.